Друзья, привет! Сегодня с вами хочу поговорить про лечение едой. Есть ли действительно лечение едой и водой, и вообще, в принципе, есть ли лечение? Я расскажу про самые-самые простые вещи, которые действительно максимально-максимально-максимально могут вам помочь. У меня за годы-годы работы сложилось одно такое большое-большое мнение, которым я хочу поделиться. И это мнение в отношении людей, ищущих какое-то одно лекарство, одну какую-то добавку. И из разряда вот это отдавление, вот это для восстановления, это для поднятия кислотности, это для тестостерона, это для яичников, а это для еще там чего-то. Так вот, я скажу так, что есть питание, которое реально лечит. И про лечебное питание, и про вообще многие-многие такие вещи я постоянно говорила. Скажу так, что всем нужно за сутки получить, да, суточные кальций, суточный магний, суточные электролиты, кому-то нужны антиоксиданты, кому-то нужны пробиотики, кому-то нужны... Ну, вообще всем нужны, вот то, что я назначаю, говорю, это всем все нужно. И бывает за сутки человек, я тоже такой же человек, обычный, как и вы, не может получить это все. И сразу скажу, что лечение едой возможное. Когда у меня спрашивают, а для костей что, а для суставов что, а для яичников что, а для желудка что, и я скажу, у каждого органа есть определенные любимые продукты. И когда меня спрашивают, а какой диеты вы придерживаетесь, я говорю, никакой. Иногда мне нужно поддерживать определенный орган, и, так сказать, в принципе, рассматриваем рацион в целом. Но есть еще такие вещи, которые помимо рациона влияют. То есть вы часто надеетесь на продукты, но продукты могут давать тоже реакцию. Реакцию закисления, реакцию, там, другую реакцию. Бывает, при повышенном сахаре вообще у людей самые-самые полезные продукты не дают никакого результата какое-то время. То есть элементарно. И еще один момент, связанный с лечением едой. Это возможно. Так же, как и лечением водой. Вот из крана у вас там с фильтра течет вода. Если вы достаточно много, например, пьете, да, и не наблюдаете там за кальцием, магниевым обменом, за электролитным, вы можете так же, так же думать о том, что у вас там проблемы с пищеварением. Но элементарно просто этого в воде нет. Я сегодня читала воду, которую нам привозили домой. И там было на этикетке 0,0 суточные проценты от такого-то вещества. То есть это к пониманию того, что человек должен понимать, где содержатся какие макро-микроэлементы. И в принципе их применять. Плюс у многих есть еще совершенно другой момент. Это момент, связанный с надеждой на продукты, в которых часто не получаем того, что нужно. Поэтому что хочется сказать. Лечение едой возможно. Так же, как и лечение водой. Но у меня сразу я снимаю некоторым такие ушки. Можно купить 2 килограмма брокколи, правда. Но женщине, у которой эндометриоз и поликистоз, проще выпить добавку брокколи. И вы никогда не узнаете, было ли это брокколи выращено на той почве, на которой оно бы хорошо было для этой женщины. Или оно было выращено на той почве, где вообще ничего не было. И, соответственно, это брокколи, ну там просто называется брокколи. Так же, как и про кушайте больше мяса, будьте там корневорами, или как это сейчас модно. Я скажу так, если вы там начинаете кушать мясо, а мясо было, простите, ну там не зернового далеко от корма, а вообще подножьего от корма, и там не пойми какое с уколами, то это получтивый. Поэтому всегда думайте, слово диета, я хочу вас просто настроить на одну простую мысль. Все обдумывайте. Может быть написано красиво, может быть выглядит красиво, может быть спозиционировано красиво, но что внутри вы только обнаружите своим телом. То есть после того, как это уже что-то там произошло. Соответственно, лечение едой возможно, но тогда нужно очень сильно заботиться о ее качестве. Если есть вопросы, то, конечно, подписывайтесь, с радостью вам отвечу и дам обратную связь. Пока-пока!